Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Вас приветствует все о Звездах ТВ. В этом ролике хотелось бы вам рассказать о таком актере, которого зовут Денис Матросов. Денис Владимирович Матросов родился 10 декабря 1972 года в городе Москва. Он российский актер театра и кино, а также телеведущий. Когда ему было всего 11 лет, из-за ошибки врачей умер его отец. У Дениса есть сестра, их обоих мама воспитывала в одиночку. Сразу после школы в 17 лет он чудом попал на телевидение. С 89 по 91 год он был ведущей такой программы, как «В гостях у сказки». Позже в 93-95 годах был программу «Шесть соток» на РТР. С 95 по 97 год был ведущий телефестиваля «Телеграф». С 2001 по 2003 год был ведущим утреннего канала «Настроение». Работа на телевидении дала ему хороший опыт для поступления в театральный вуз. С 89 по 91 год он учился в школе-студии МХАТ. Далее в 91 по 94 год учился в Щепкинском театральном училище. Уже в 90-м году он дебютировал в кино в такой картине, как сделано в СССР. Там он сыграл небольшую роль. Также он занимался дублированием фильмов, мультфильмов и компьютерных игр. Так голосом Дениса говорят Дональд Даг, Тигр Винни-Пухи и Рыбка Фредди в «Игре» и другие. С 94 по 95 год проходил военную службу в Театре Российской Армии, где впоследствии и отработал актером целых 8 лет. В 94 году кино не снималось, а мне очень хотелось остаться в этой профессии. Я зарабатывал где мог. Например, рыбу грузил, получал огромные по тем временам деньги. Также озвучивал мультфильмы и компьютерные игры и вел телепрограммы. А вечером бежал на спектакли. Я верил Театру Армии бесконечно, а взамен получал одни массовки. Вспоминал актер Денис Матросов. С 2003 по 2005 год участвовал в проекте немецкого дирижера Герда Альбрехта театральной постановки Евгений Онегин. С 2004 года играет в антерпризных театральных проектах. С 2004 года Денис играет в антерпризных театральных постановках. С 2016 года продюсер театра Матросова, а также продюсер спектакля «Двое в лифте, не считая текилы». В 1996 году снялся в роли Мити в фильме «Любовь на плоту». А с начала 2000-х актер стал активно сниматься в телесериалах. Сначала это были небольшие роли, но затем его игру оценили и стали предлагать более значимые роли. Запомнился он в роли Вадима в телесериале «Две судьбы», а также «Люди и тени 2», «Костик, подари мне жизнь», на широкую популярность и известность к актеру пришли в 2005 году, когда он сыграл в сериале «Кармелита». В том же году Денис сыграл не менее успешные роли. «Любовь моя» и «Новый русский романс». Дальше более сериалы «Держи меня крепче» на «Вождение» и «От тюрьмы» и «От сумы». Следующей значимой работой актера стала роль в «Профиль убийцы» и «Профиль убийцы 2». Также принимал участие в ТВ-шоу на центральных каналах. Так в 2010 году в паре с фигуристкой Ириной Лобачевой Денис участвовал в проекте «Первого канала», который называется «Лед и пламень». «Приятно слышать, когда говорят матроса, вашей паре царит полная гармония. Ни с одним из своих партнеров Лобачева не улыбалась так много, как с тобой. Как-то я ее развеселил. Да мне самому там все очень нравилось. Где бы я еще пообщался с такими классными профессионалами», вспоминает актер. В 2011 году участник проекта телеканала «Россия. Подари себе жизнь». Вместе со звездами «Первого канала» Денис принимал участие в такой благотворительной акции, которая называла «Стань первым» на летней сцене легендарного дома пионеров на Воробьевых горах. Рост Дениса 184 см. Личная жизнь. Известно то, что он был женат на актрисе Людмиле Татаровой. У них родилось двое сыновей-двойняшек Юрий и Владимир. Однако актер их не признает и считает, что актриса их нагуляла от другого мужчины. В 10 лет актеры молчали и скрывали причину их развода. Подробности прояснились в программе «Пусть говорят». Тогда впервые за 10 лет Денис увидел своих сыновей. У Дениса и Татаровой была страстная любовь. Их отношения испортились сразу после рождения детей. Молодой отец их не признал и обвинил Людмилу в изменах. Подлила в масло огонь и свекровь. Она убеждала сына, что невестка все же ему изменяла. В результате он не признал ни первого, ни второго сына. Первый конфликт двух семей возник из-за имен для сыновей. Мама Дениса наставила на том, чтобы младшего сына назвали Федором. Но люди это имя не нравилось. И она пошла вопреки воле свекрови. Мальчика в итоге назвали Юрой. Второй последовал по причине того, что Татарова при регистрации детей в графе «Отец» все же поставила прочерк. Как уверяет друг Дениса, сделала она это только для того, чтобы получить квартиру в Москве, как полагалось матери-одиночке. Супруги так и не были официально расписаны из-за позиции мамы Дениса. Ей казалось, что девушка претендует на их квартиру. Позже мать Дениса заявила, что Людмила Татарова лишила ее сына детей, а ее внуков. По ее словам, сын хотел покончить с собой, когда остался один. Она высказала пожелание видеться и общаться с внуками. Сейчас Людмила в браке со старшим братом Никитой Джигурды. Также известно, что Денис был женат на актрисе Марии Куликовой. 22 августа 2011 года у них родился сын, которого назвали Иван. Но пара рассталась 26 января 2015 года после 14 лет брака. Его следующей избранницей стала Ольга Головина. С Ольгой он познакомился в театре, когда она пришла подарить актеру варежки за хорошую игру на сцене. Ольга не имеет отношения ни к актерской среде, ни к театральной. От первого брака у нее есть дочь Саша. 1 мая 2016 года у пары родился сын, которого все-таки назвали Федор, как и хотела мама Дениса. Денис активно занимается спортом, играет в хоккейной команде артистов, которая называется Комар. Фильмография актера очень обширная и насчитывает больше 45 картин. Пожелаем этому прекрасному актеру личного семейного счастья, а также достижения всех намеченных вершин в его карьере. Пусть у него все получится и все сложится, пусть все будет хорошо. А мы будем ждать выхода новых фильмов с его участием, конечно же в главной роли. А я хочу вам прорекламировать новый канал, который называется Звездная Жизнь Инфо. Этот канал еще новый и только начинает свои первые шаги в этом направлении. Поэтому я обращаюсь к вам, подпишитесь и поставьте лайки, если вам понравится видео на этом канале. Ведь подписка вас ни к чему не обязывает, а вы тем самым поможете каналу развиваться. Всех благодарю за внимание, за ваши лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Здесь еще будет много интересного. Также подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. А я вам желаю здоровья, счастья, любви, добра и мира. До новых встреч, до новых роликов. Берегите себя и своих близких. И всем пока-пока.